Так, смотрите, я предполагаю, что вы скачали пакет Anaconda и установили его. И если вдруг вы скачали, но почему-то не получилось его установить, или вы забыли его скачать и установить, или еще что-нибудь в этом роде, это не катастрофа, потому что есть сервис, который называется коллаб, Google коллаб, кажется, так называется, коллаб research google.com. И если вы в него зайдете, то вы получите примерно ту же самую среду, в которой мы сейчас будем работать. Но давайте я запущу у себя и Юпитер локально. И я запущу у себя Юпитер локально. Ну, смотрите, если вы установили Anaconda, то у вас где-то должна быть штука, которая позволяет запустить приложение, которое называется Юпитер. Оно должно появиться либо в меню пуск, если вы под Windows работаете, либо если вы под Mac, то там должно быть приложение под названием Anaconda Navigator. И там можно запустить Юпитер ноутбук. Там, на самом деле, есть две сейчас среды. Одна называется Юпитер Лаб, по-моему, а другая называется Юпитер ноутбук. Я по старинке пользуюсь Юпитер ноутбуком, потому что он мне нравится. Но, в принципе, это не очень большая разница. Соответственно, я прошу вас сейчас просто взять и его запустить. И вы должны попасть в какое-то вот такое вот окошечко. У вас должен открыться браузер. В этом браузере должно быть какое-то вот такое вот типа окошко. Со списком каких-нибудь файлов, каталогов или чего-нибудь похожего. Вот как получается? Открылось такое окошко, да? У кого не открылось? У всех открылось? У вас не открылось? Давайте я посмотрю. Я посмотрю. У вас есть положительная оптимотка. Я посмотрю. Так, отлично. Значит, дальше здесь можно сделать такую штуку, new, и там у вас, скорее всего, будет написано, я не знаю, что, Python root или что-нибудь в этом роде. В общем, вот у меня будет написано Python 3.9.system, потому что я сейчас буду использовать именно эту версию Python. Так, давайте я сделаю покрупнее. Да, это от локализации зависит, может быть, по-русски еще как-нибудь. Вот, смотрите, давайте я скажу пару слов про то, как тут вообще жизнь устроена. Как я сказал, мы поговорим немножко про язык программирования Python, потому что это один из основных инструментов сейчас в Data Science. Как-то так и получилось, что он занял эту нишу немножко неожиданно. И сейчас его все используют. Соответственно, Python – это язык программирования, то есть это просто некоторый способ описывать программу, описывать инструкции для компьютера. Соответственно, для того, чтобы компьютер выполнил эти инструкции, нужно скачать, собственно говоря, Python, интерпретатор Python, и дальше скормить ему программу. Он эту программу прочитает и выполнит те действия, которые там написаны. Но вот мы для того, чтобы нам было чуть-чуть проще жить, мы сейчас используем, собственно говоря, среду, которая называется Юпитер. Это такая среда, которая позволяет взаимодействовать с языком программирования в таком интерактивном режиме. Мы ему даем несколько команд, он их сразу же выполняет и показывает нам результат. Мы ему даем еще какие-то команды, он их снова выполняет. Собственно говоря, вот то, что у меня сейчас этот Юпитер запустился в браузере, это ничего не означает. Сам в себе Юпитер не требует никакого интернета, он у меня запустился локально на моем компьютере, и через браузер я просто получаю к нему доступ. На самом деле, теоретически вы можете использовать Google Collab, это то же самое, только тогда вы запускаете код не на своем компьютере, а где-то там вот у Google, а где-то на его мощности, а где-то в облаке. Это в некоторых ситуациях вам упрощает жизнь, потому что вы можете пользоваться какими-то возможностями, которые у вас нет локально, но нужно это скорее, если вы делаете какое-нибудь тяжелое машинное обучение с помощью каких-нибудь нейросетей. Для наших целей чаще всего проще работать на локальном компьютере, потому что просто быстрее компьютер реагирует быстрее на всякие команды. То, что у нас сейчас открылось, называется Юпитер ноутбук или тетрадка, или блокнота. Это такой документ, в котором есть кусочки кода и есть кусочки не кода, кусочки каких-то комментариев. Давайте посмотрим, как все это работает. Я просто буду вводить какие-то команды, и мы посмотрим, что происходит. Допустим, я могу использовать питон в качестве калькулятора. Скажем, попросить сложить 3,5. Я набрал здесь 3,5, потом нажал Shift-Enter. Когда я нажал Shift-Enter, эта команда выполнилась, и я получил результат ее выполнения. Ну, как видите, питон умеет складывать 3,5. Уже красота. Так, сейчас. Значит, если что-то не работает, скажите об этом. У меня вот не работает. Я, когда, получается, зашел в Юпитер, нажимаю New, у меня тут есть только питон 3. Нормально. У меня нет питона 3,9. Включите питон 3. Включите то, что включается. Не открывается. Прошлите скриншот, что они открываются. Куда прислать? Куда угодно. Ну, хорошо. Давайте сделаем что-нибудь более веселое. Что можно делать в питоне? Ну, можно, например, число умножать. Да? Ладно. Ну, хорошо. Можно делать какие-то более сложные вычисления со скобочками. А еще можно, например, делить. Ну, вот смотрите. На самом деле, тут уже становится чуть менее тривиально, потому что, видите, когда я умножал, складывалось все такое, у меня получались просто числа, как они есть. 8, 72. А вот когда я поделил, у меня получилось число 2.0. Но дело в том, что питон различает целые числа и числа с плавающей точкой в такие вот дробные числа, которые являются компьютерным приближением к вещественным числам. Компьютерный асамблиниумет работает с вещественными числами, но он работает с рациональными числами, которые записываются в виде чисел с десятичной точкой. Да, вместо десятичной запятой, как мы привыкли, компьютеры всегда пишут точку, и это всегда так. Давайте посмотрим. Да, и, собственно говоря, то, что результат деления – это число с плавающей точкой, это не вполне тривиальный факт, потому что мы-то знаем, что если 4 поделить на 2, то получится целое число. Но для того, чтобы тип результатов не менялся, у вас всегда результатом деления является число с плавающей точкой, даже если оно на самом деле целое. Про типы мы еще будем много говорить. Кстати, слушайте, давайте я такой вопрос задам. А можно, давайте мы сейчас сделаем такую вещь. У меня был такой небольшой опросик, я просто сейчас начал рассказывать, а потом вспомнил, что я хотел этот опросик провести. Сейчас я только его найду. Секунду. 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 Спасибо. 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 Я заодно как раз пойму… Значит, я вот сейчас кинул ссылку в Telegram на гугловскую форму. Можете быстренько ее пройти? Я хочу понять, что вы знаете про программирование. А то вдруг я сейчас объясняю какие-то вещи, которые прям всем известны. Очевидно, что я объясняю вещи, которые кому-то известны, но… А курс в SHRH по программированию – это то, что мы сейчас проводим? Нет, нет, нет. Это то, что… Там, где C++ обсуждался. C++ или Java. Так, ну чего, ответили? Да. Угу. Угу. Спасибо. Так, ну что, давайте потихоньку продолжать, наверное. Да? Готовы? Отлично. Да, вот здесь в чатике в Zoom возник вопрос, ну хорошо, умножение и деление – это все хорошо, есть еще операция возведения в степень. И если вы когда-нибудь имели дело с каким-нибудь программированием, то, скорее всего, вам хочется сделать что-нибудь вот в таком роде. Написать какую-нибудь вот такую крышечку. И сделать это, конечно, можно, но только результат вы получите какой-нибудь странный. Но вот эта вот крышечка – это совсем не возведение в степень. Это называется операция побитного исключающего иля. И самое главное, что вам нужно про нее знать, это что она, скорее всего, вам никогда не понадобится. Но если вы не будете писать какие-нибудь суперсистемные вещи, где нужно работать с числами на уровне отдельных битов, и, например, если вы не будете писать алгоритмы в шифровании, вот если вы пишете алгоритм в шифровании какой-нибудь, то там побитное исключающее илью может пригодиться. Но если вы такими вещами заниматься не будете, она, скорее всего, эта операция вам не нужна. Самое главное, что вам нужно знать, что это не возведение в степень. А возведение в степень – это вот такая вот штука, значит, обозначается двумя звездочками. Надо сказать, что в питоне питон умеет работать с довольно большими целыми числами. В общем, он умеет работать с такими целыми числами, которые поместятся в вашу память. То есть вот обычные целые числа в питоне могут быть очень большими. В какой-то момент мне просто компьютер скажет, что у меня не хватает памяти, чтобы его сохранить, это число. А вот с числами с плавающей точки, кстати, так не получится. Например, вот что я получу, если я попробую возвести число. Видите, это 123, но только 123.0, то есть число с плавающей точкой, которое равно 123. И, как видите, мне говорят просто ошибку, которая называется переполнение. Говорят, что результат слишком большой, он не помещается. Вот всякие такие тонкости связаны с тем, что бывают разные типы данных, что компьютер по-разному работает с разными типами данных. Вот мы с этим будем сталкиваться постоянно, поэтому я сразу хочу на это обратить ваше внимание. Это, на самом деле, не специфика питона, это в целом специфика того, как компьютеры устроены. Вот, ну, хорошо. Давайте еще что-нибудь сделаем веселенькое. Ну, вот, например, помимо того, что можно делать какие-то арифетические вычисления, можно еще создавать переменные. Например, вот я создал переменную x, присылал ей значение 4. А потом меня интересует, чему равняется 10 умножить на x. 10 умножить на x равняется 40. А, значит, вот когда я пишу вот такую вот штуку, вот такое вот равенство, это означает, что у меня создается переменная. Переменная, ну, про переменную можно думать как про такое хранилище для каких-то значений. То есть, такую корзинку со значениями, как про это обычно говорят в курсах программирования. Хотя это не совсем правильная метафора, как мы чуть попозже увидим. Но пока можно думать про корзинку. И вот этот значок равенства, он означает, что я просто присваиваю значение 4 переменной x. Кладу число 4 в корзинку под названием x. Потом всякий раз, когда я упоминаю x, всякий раз у меня вместо этого x поставляется его значение. В данном случае четверка. При этом между разными запусками ячеек компьютер помнит, чему равняется значение переменной. И поэтому вот если я вот эту переменную создал, я дальше могу ее использовать в других ячейках. Иногда бывает полезно. Даже не иногда, а очень часто. Но давайте сделаем какую-нибудь такую штуку. Для тех, кто никогда с этим не сталкивался, как вы думаете, что будет, если я запущу сейчас вот эту ячейку? Он не решит. Значит, варианты false. Вариант, что он не решит такое уравнение. Да, x теперь будет не 4, а 5. Давайте проверим, что это так. Значит, я выполняю вот эту ячейку, а потом я смотрю, что лежит в x, и видно, что действительно пятерка. Значит, почему так получается? Дело в том, что вот этот знак равенства, который здесь используется, это неравенство в математическом смысле. Это операция, которая называется присваивание, assignment. И она говорит следующее, что нужно вычислить значение того выражения, которое написано справа от этого равенства, и положить результат в переменную, которая написана слева. Поэтому, когда я написал вот эту строчку, до момента выполнения этой строчки у меня x равнялся 4. Соответственно, значение вот этого выражения равно 5. И дальше пятерку я кладу в x, и x теперь равен 5. Это такой довольно типичный пример модификации значения переменной, на котором основаны всякие разные алгоритмы. Но давайте я покажу. x равняется x плюс 1. Давайте я теперь покажу что-нибудь странное. Вот смотрите. Как вы думаете, почему у меня теперь x равняется 8? Да, действительно. Дело в том, что, смотрите. Дело в том, что Юпитер, он работает таким очень специфическим образом. Я, честно говоря, иногда просто ужасно злюсь. Дело в том, что вот у него внутри он помнит значение всех своих переменных. Но когда я выполняю какую-то ячейку, у меня значения переменных могут измениться. И результат зависит не от того, в каком порядке у меня здесь строчки написаны. А результат зависит от того, в каком порядке я что выполнял. И сейчас я вот эту вот ячейку x равняется x плюс 1 выполнил несколько раз. А по документу этого совершенно не видно. Ну, то есть можно это увидеть, если внимательно смотреть на вот эти вот номера. Здесь у каждого input и output есть свой номер. И если внимательно посмотреть, то видно, что я где-то мухлю. Что ячейки выполнялись не последовательно сверху вниз, а что-то там произошло. Что-то произошло между выполнением вот этой 14-го выполнения, вот этой 19-го выполнения. Но на практике очень часто возникает такая проблема, что вы… Ну, вот представьте себе, что у меня была бы такая вещь. Допустим, я вот здесь вот написал, что x равняется 10, выполнил вот эту ячейку, а потом ушел вот сюда вниз и снова попробовал бы воспроизвести, чему равняется x. Вот если посмотреть сейчас вот на то, что у меня на экране, вообще невозможно понять, что происходит. Почему так оказалось, что у меня x равнялся 10, потом я якобы прибавил к нему единицу, и в результате снова x равняется 10. Ну, вот потому что я в таком порядке запускал ячейки. Потому что я пропустил запуск. Я запустил вот эту вот ячейку, x равняется 10, а потом пропустил запуск вот этой ячейки и запустил сразу вот эту ячейку, которая мне выдала, чему равняется значение x. Да, да, значит, как правило, ну, общее правило такое. Если вы что-то делаете с юпитер ноутбуком, и вы понимаете, что что-то идет не так, и вообще непонятно, что происходит, и непонятно, почему оно такое происходит, бывает очень полезно сделать вот такую вещь. restart and run all. Значит, перезапустить и запустить все ячейки. Я не знаю, если она в рассудочной локализации, значит, не знаю, как она может называться. Но, в общем, вот это очень полезная команда, потому что она делает следующую вещь. Она, во-первых, полностью сбрасывает все состояние питона, ядра. Это означает, что он забывает про все переменные, которые вы создали. И после этого он выполняет ваш ноутбук с первой до последней ячейки, выполняя каждую ячейку по одному разу. И в этом случае… Ну, вот видите, он на ошибках останавливается. Ну, ладно, я дальше вручную это сделаю. Ну, вот в данном случае у меня видно, что здесь все работает. Значит, ну, вот у меня в английском интерфейсе kernel restart and run all. В русском интерфейсе я не знаю, как оно будет звучать. Наверное, как-то так. Ядро перезапустить и запустить все. Вот. Нет, никак. Дело в том, что вот эти вот номера – это именно как бы номера, которые соответствуют тому, в каком порядке вы чего запускаете. Да, я просто нажал несколько раз enter, и поэтому у меня эта ячейка запустилась несколько раз. Вот. Ну, хорошо. Давайте чего-нибудь сделаем веселенько. Помните, как устраивали числа Fibonacci? Значит, хорошо. Другой вопрос. Сколько в слое Fibonacci букв N и сколько букв Ч? По-моему, так. Fibonacci. Да, смотрите. Значит, в Юпитере помимо кода можно вставлять комментарии. Вот, например, я сделал такой вот комментарий, где напишем... что-нибудь. Здесь можно писать в теховской разметке, и он ее тоже понимает. Ну, хорошо, давайте задача такая. Я хочу написать код, который бы мне вычислял числа Fibonacci последовательно. Мы, правда, пока не обсуждали никакие циклы, поэтому он будет работать в таком полуавтоматическом режиме. Значит, я хочу такой код, который бы мне вычислял каждый раз следующее число Fibonacci. Давайте я скажу, что у меня есть два предыдущих, вот эти вот. Ну, давайте, одно из них пусть называется x-car. Давайте я вот так напишу x-current. Да, значит, в отличие от математики, переменные в программировании могут и, как правило, должны называться какими-нибудь осмысленными человек, с читаемыми названиями, совершенно не обязаны называться буквами A, B, C, D и так далее. x, y, z. Поэтому давайте, пусть у меня будет x-current и x-previous. А, да, значит, смотрите, вот здесь есть вот такая вот штука, режим ячейки. И вам нужно вместо режима ячейки код сделать режим ячейки markdown. Это можно сделать здесь, это можно сделать вот здесь, cell, cell type. Или это можно сделать с клавиатуры. Значит, здесь вообще в Юпитере достаточно хорошая система клавиатурных шорткатов. Ну, вот, например, у меня тип ячейки меняется с помощью кнопок Ctrl-M-M или Ctrl-M-Y. Ctrl-M-Y делает ячейку кодом, а Ctrl-M-M делает ячейку комментариями. Вот, теперь задача. Да, в питоне, значит, вот если у меня есть ячейка с кодом, если я хочу там оставить какой-то комментарий внутри кода прям, то этот комментарий нужно начинать с символа решетка. Все, что после символа решетка, питоном игнорируется. А, значит, задача написать ячейку, которая будет выводить при каждом своем запуске очередное число Fibonacci. Еще раз, можете, пожалуйста, зачем мы решетку ставим? Значит, вот эта решетка, она просто говорит, что вот это вот, значит, вот это ячейка с кодом, а эта решетка, она говорит просто, что вот это на самом деле комментарий. Просто если бы я ее бы не написал бы, то питон попытался бы интерпретировать вот эту вот штуку как название своей команды, питоновской команды, и выдал бы ошибку. Поскольку у нас нет никаких циклов, то у нас будет такой полуавсиматический режим. Каждый раз упускаем ячейку, каждый раз получаем следующее число. Если у вас что-то не получается или не работает, скажите мне об этом, я попробую это исправить. Я просто писал, значит, вот это вот пишется в режиме, значит, это пишется в режиме Markdown, ячейка в режиме Markdown, а не в режиме кода. А это просто теховская разметка, а квад просто делает длинный пробел. Вот это не относится к капитану, это относится именно к Юпитеру, Юпитеру такое умеет. Так, ну что, работает? Так, давайте так, поднимите руки, у кого получилось. Ага, еще не у всех. Можно. Иначе тяжко. Иначе тяжко. Тоже можно. Но. И что должно получиться? Начиная с 16-й строки. Понял. Тоже. 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 Спасибо. 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 Что должно было получиться? Начинаю с 16 строки. Должна получиться такая штука, должна быть какая-то ячейка, которая при каждом запуске выдаёт число Fibonacci. То есть один раз запустили, она выдала двойку, второй раз запустили эту же ячейку, она выдала тройку и так далее. А что мы в 16 строке писали? Что мы писали в 16 строке? Вот здесь? А ниже, вот у вас написано число Fibonacci, и вот как вы это сделали? Это я просто делал ячейку. Просто комментарии? Ячейку перевел в режим Markdown, вот видите? 16-ю, да? Вот, и после этого я здесь пишу просто в теховской разметке, она все автоматически срабатывает. Это следующая ячейка, это ячейка после 16-й, но поскольку она имеет тип Markdown, а не тип код, то тут нету, у нее нет никакого номера, потому что у нее нет ни инпута, ни аутпута. Обратный слэш, у меня обратный слэш, например, написан рядом с центром, там, где буква ЙО. Еще он может быть написан, не знаю где, может быть слева наверху, наоборот, под эскейпом. Так, ну что, давайте я попробую написать какой-нибудь код, а вы скажете, что в нем неверно. Ну, допустим, вот такая ячейка. Что будет происходить, когда я буду эту ячейку запускать много раз? Давайте я выведу еще XCurrent. Вот такая ячейка. Что будет происходить, когда я буду ее запускать много раз? Вы будете прибавлять единицу. Да, у меня будет прибавляться просто единица, и никаких чисел Фибоначчи у меня не получится. Конечно, среди тех чисел, которые при этом получаются, встречаются числа Фибоначчи, поэтому они там встретятся все. Но это не то решение, которое я имел в виду. Вот, хорошо. Давайте я запущу еще раз вот эту стартовую ячейку. Значит, чего бы еще такое сделать бы? Как бы модифицировать этот код? Ну, давайте я попробую сделать вот так. XCurrent равняется XCurrent плюс XPrevious. Как бы в чем проблема? Проблема в том, что XPrevious не меняется. Ну, давайте мы его поменяем. А теперь пусть XPrevious равняется XCurrent. Какая здесь будет сейчас проблема? Что будет получаться? Давайте запустим. Так, давайте я хочу, чтобы было видно, чему равняется XCurrent. Да, ну вот видно, что действительно происходит просто умножение на 2, вместо того, чтобы получались бы числа Фибоначчи. Почему так? Да, потому что дело в том, что вот к тому моменту, как мы сделали вот эту операцию, у меня здесь, я бы хотел бы, чтобы у меня вот этот XPrevious, но вот как бы я хотел бы сделать такой перенос. Вот у меня есть предыдущее значение, текущее и следующее. Я хотел бы сделать вот так вот, как бы перенести, одновременно использовать предыдущее значение, чтобы вычислить новое, а с другой стороны, я хотел бы в это предыдущее значение записать то, что у меня сейчас написано в текущем, потому что именно это приведет к тому, что у меня произойдет шаг на один вправо. Вот, значит, есть на самом деле два варианта, либо использовать некоторые ухищения с вычитанием, либо просто создать новую переменную. Давайте попробуем. Значит, я создаю новую переменную для нового XCurrent. Давайте я сделаю новую переменную, например, для нового XCurrent и сделаю вот так. XNew равняется XCurrent плюс XPrevious. Теперь, значит, что нужно написать? Вот давайте, я написал первую строчку, а вы мне скажите, что нужно написать еще в двух следующих. Значит, XPrevious равняется XCurrent. Да, вот важно понимать, что вот эта операция равно, она, кстати, однонаправленная, она справа записывает налево, а не наоборот. Поэтому здесь важно написать именно XCurrent равняется XCurrent. Если я запишу вот так, то у меня снова будет неправильно. Давайте посмотрим. Это работает для всех записей, то, что надо как бы вынести справа налево. Ну, вот конкретная операция присваивания, она работает так, что она вычисляет то, что написано справа от нее, и записывает это в переменную, которая написана слева от нее. В других случаях порядок операции определяется, надо смотреть, что конкретно, какие конкретные операции. Вот, вообще, собственно говоря, вот этот пример показывает, что даже, в общем, такой довольно несложный алгоритм не всегда легко реализовать. Ну, вот, да, в конце концов, мне удалось написать правильный код. XU равняется XCurrent плюс XPrevious, да? А вы вот в конце кода написали просто XCurrent, это чтобы выводилось значение? Да, это чтобы выводилось значение. Дело в том, что Юпитер автоматически выводит результат выполнения последней операции. Но вот если последняя операция – это операция присваивания, то у нее нет никакого результата. Она просто присваивает и все, ничего не возвращает. Поэтому для того, чтобы посмотреть на значение переменной, мне нужно эту переменную явно написать. Вот. Ну, вот, получился какой-то алгоритм, он вроде бы работает. Кстати, работает правильно? Вроде правильно. Вот. Значит, смотрите, вот если… Ладно, это я потом покажу. Хорошо, давайте поедем дальше. Значит, помимо работы с числами, бывает работа с другими типами данных. Например, бывает такая штука, которая называется строка. Значит, в питоне бывает один тип строковых данных, по крайней мере, в обычном питоне. Значит, вот давайте я сделаю какую-нибудь строку. Допустим, s равняется hello world. И hello world надо взять в кавычки. Кавычки могут быть одинарными, а могут быть двойными. И они ничем не отличаются. То есть, вот, например, я создал переменную s, присвоил ей строку hello world. А потом попросил эту строку s вывести, и видно, что она мне напечатала эту строку в одинарных кавычках. Ну, в общем, какие кавычки питону нравятся, такие он и использует. Зачем нужно вот это, то, что кавычки бывают одинарными, бывают двойными? Ну, потому что иногда вы хотите внутрь строки поместить кавычки. И в этом случае удобно, например, сделать вот так. Вот, например, вот эта вот штука, это строка, внутри которой записаны кавычки двойные. Значит, да, еще одна вещь. Смотрите, вот только что мы обсуждали, как вывести значение переменной, что можно эту переменную просто написать отдельной строчкой в конце ячейки. Тогда Юпитер автоматически ее выведет. В питоне есть специальная функция, которая называется print, которая делает примерно то же самое. А именно, она просто принудительно выводит на экран то, что вы ей написали. То есть про функции мы еще не говорили, но давайте я скажу про это тоже пару слов. Значит, есть такое понятие, как функция. Она похожа на функцию в математике, но в программировании функции – это вообще говоря какие-то штуки, которые что-то делают, какие-то команды. У функции бывают аргументы. Аргументов может быть один или несколько. А может быть вообще ни одного аргумента. Такое тоже бывает. Но в частности, функция print, она занимается тем, что выводит на экран свои аргументы. Например, я могу написать print 123, она выведет мне 123. Я могу в одной и той же ячейке написать несколько принтов, и результаты каждого из них будут выведены. Я могу одному и тому же принту скормить несколько аргументов. Например, print 2,14. И в результате эти аргументы будут выведены на экран, но вот они будут выведены через пробел. Точно так же я могу передавать принту какие-то строчки, и он эти строчки просто выводит тоже на экран. Вообще без кавычек, просто он печатает то, что сказано. Сказано напечатать строчку hello world, он печатает строчку hello world. Вообще есть разные, поскольку есть разные типы данных, то есть разные способы, как можно конвертировать из одних данных в другие данные. Вот, например, давайте представим себе, что у меня есть строчка, в которой написано 123. Но я хочу рассматривать эту строчку как число. То есть вот сейчас в S написана строка, состоящая из символов 1, 2, 3. Если я хочу работать с вот этой штукой как с числом 123, мне нужно сконвертировать с помощью функции int эту строчку в целое число. Вот, например, у меня сейчас в игреке лежит число 123. int – это сокращение от слова integer. Собственно говоря, так называются целые числа в питоне. Они называются intами. Вообще разные типы данных имеют свои названия. Если у вас есть какая-то переменная, а вы хотите посмотреть, какого типа это переменная, вы можете использовать функцию type. Вот type возвращает вам тип переменной. Ну или не обязательно переменной, какое-нибудь выражение. Например, type от hello – это стр. Стр – это название для типа строкового. Ну, много разных типов есть. Во-первых, типы можно создавать самим, потому что питон объектно-ориентированный язык, вы можете создавать собственные типы данных. Встроенных типов сравнительно немного, но прям все целиком я вам сейчас не перечислю. Мы будем их постепенно обсуждать. Ну вот, обсудили сейчас всякие intы, строки и прочее. Ну хорошо, можно, например, сделать так. Например, вот у меня было число 12, а я из него решил сделать число с плавающей точкой, которое равно тому же числу 12. Для этого можно использовать функцию float. Float от слова floating point – число с плавающей точкой. Да, это вам, может быть, нужно сделать, но довольно часто вам нужно в обратную сторону. У вас есть какое-то число с плавающей точкой, и вы хотите его сконвертировать в целое число. Но при этом дробная часть просто отбрасывается. Вот число 12.34, если я его скормлю функцией int, напишу int в скобках 12.34, то я получу на выходе просто число 12 целое. Давайте я еще покажу одну вещь. Вот те программы, которые мы сейчас пишем, у них просто есть какая-то последовательность действий, но в нормальной ситуации любая программа делает какую-то такую штуку. У нее есть какие-то входные данные, она с этими входными данными что-то делает, и потом выдается что-то на выход. И для того, чтобы у наших вот таких маленьких программ, которые мы пишем в ячейках Юпитера, были какие-то входные данные, можно использовать функцию input. Давайте я покажу, как это работает. Допустим, s равняется input. Допустим, здесь я могу input передать какой-нибудь запрос, скажем. Можно и по-русски писать. Допустим, вот так. Ну и давайте пусть будет не s, а пусть будет name. И дальше я могу эту переменную name использовать для того, чтобы что-нибудь делать. Например, вот так. Значит, у меня сейчас программа name равняется input, дальше в кавычках, как тебя зовут, а дальше print в кавычках привет, запятая name. И теперь, если я запускаю этот код, видно, что у меня возникает некоторое такое поле ввода. В это поле ввода я могу чего-нибудь ввести. Допустим, я ввожу свое имя. И после того, как, собственно говоря, когда я эту ячейку запустил, она начала выполнять вот эту строчку, но остановилась и ждала, когда я введу ей что-то с клавиатуры. До этого момента вот этот input не возвращает никакого значения, поэтому программа дальше не идет. Когда я здесь, когда я набрал с клавиатуры свое имя, у меня вот эта вот функция, она, как говорится, вернула значение. То есть, как бы вот эта вот штука, она превратилась в ту строчку, которую я ввел с клавиатуры. После этого эта строчка оказалась присвоена переменной name. И на следующей строчке эта переменная name была использована для того, чтобы меня поприветствовать. Вот. Надо сказать, что, как правило, input'ы, мы их будем использовать в самом начале, когда будем делать домашки, они нам пригодятся. Хотя, как правило, это скорее атрибут от такой программы, которая там взаимодействует как-то с пользователем, а не атрибут юпитеровского ноутбука. Вот. Ну, надо сказать, что вот программа такого типа – это одна из первых программ, которые я когда-то написал в детстве, и она меня поразила. Можно было бы сделать вот так, но, правда, тогда получилось бы не очень хорошо, потому что print автоматически свои аргументы разделяет пробелами. И можно было бы сделать вместо этого, например, вот так. Значит, дело в том, что операция сложения для строчек работает как конкатенация. То есть, если у меня есть две строчки, если я прошу вычислить как бы их сумму, то при этом просто одна строчка приписывается к другой. Эта операция по высоконаучному называется конкатенацией, но смысл ее ужасно простой. Вот. И, соответственно, для того, чтобы получить, для того, чтобы поставить высококателенный знак после имени, мне пришлось использовать конкатенацию для того, чтобы не было лишних пробелов. Да, input всегда возвращается с точки. Давайте я задам такую теперь вам задачку. Значит, напишите программу, которая просит пользователя ввести число с клавиатуры, и потом печатает число, которое будет вдвое больше. Да, это я просто расскажу. Вдвое больше введенного. То есть я хочу, чтобы пользователь ввел какое-то число 10, а в ответ было бы 20. Понятно, в чем задача состоит. Попробуйте. Можете чуть повыше сделать, или уже нельзя? Нужно. Спасибо. 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 Я думаю, что у вас в какой-то момент все подвисло. Как правило, лечится это вот так. Смотрите, значит, если у вас… Смотрите, в тот момент, когда я запускаю вот эту ячейку с инпутом, у этой ячейки, видите, здесь звездочка. Это означает, что она в данный момент работает. И либо в данный момент работает, либо будет запущена когда-то в будущем. Ну, короче говоря, вот эта звездочка означает, что в данный момент ядро чем-то занято. В данном случае оно занято тем, что оно ждет пользовательского воли. В Юпитере есть такое непонятное поведение, то ли баг, то ли фича, что может оказаться, что если вы в тот момент, когда вы запустили эту ячейку, вот здесь вот ему ничего не набрали и удалили эту ячейку, или попытались запустить другую ячейку, или еще что-то такое сделали. Значит, может так получиться, что вот это поле ввода исчезло, а ввод с него все еще ожидается. И в этом случае просто вы после этого больше уже не можете запустить никакую другую ячейку, потому что она все еще ждет того самого ввода. И единственный способ, как от этого избавиться, известный мне, это просто сделать kernel-ристалл. Вот. В общем, если вы видите, что вы, чтобы вы не набирали у вас в ячейке, здесь вот вместо номера висит звездочка, и из этого ничего не получается сделать, то сделайте просто перезапустить ядро. Тогда нужно перезапустить ядро, то есть сделать kernel-рестарт или ядро перезапустить. Ну, можно просто… Ну, есть рестарт-эндрандол, который после этого еще запускает все ячейки. А можно просто рестартнуть, но при этом она все забудет, все значения переменных, но они останутся в документе. Но дальше нужно уже осмотреть, какие ячейки вам нужно запускать заново, какие нет. Так, ну что, получается удвоить? Все получается. Так, хорошо. Да, значит, вот в чатике предложили вот такой вот код, который я, собственно говоря, хотел тоже сейчас написать. И, собственно говоря, это ровно тот самый код, который я хотел, чтобы вы написали. А значит, в чем проблема? Дело в том, что компьютер ни малейшим образом не знает, что вы хотите получить число. Инпут всегда возвращает строку. И поэтому вот в этом коде CH – это просто строка. А дальше возникает вопрос, что такое удвоить строку? Ну вот он просто, ну как бы с точки зрения Питона, операция плюсик для строк – это конкатенация. Поэтому логично, что операция умножить не число, это значит сделать плюсик столько раз, сколько написано. Поэтому он просто удваивает эту строку как строку. Значит, чтобы это исправить, что нужно сделать? Воспользоваться функцией int, чтобы… Да, вот мы выше обсуждали, что бывают разные способы превратить данные из одного типа в другой тип. Вот, в частности, есть функция int, которая превращает данные из чего-нибудь в целое число, по крайней мере, пытается это сделать. Ну и вот давайте… Значит, можно сделать, например, так. Можно сделать… Можно написать вот так, вот такой код. Можно написать… Значит, я создал дополнительную переменную number, и теперь в нее записал наше число. Но, в принципе, можно было бы сэкономить на одной строчке и просто сделать вот так. s равняется… Ну, пусть будет number все-таки. Number равняется int от input. Значит, здесь получается как бы такая сложная функция. Если я написал int от input, вот введите число, да, что будет происходить? Когда этот код будет запускаться, сначала выполнится input, он считает число с клавиатуры. Ну, сначала он считает строчку какой-то с клавиатуры. После этого он как бы вот… Вот эта самая запись input, введите число, заменится на эту строчку. После этого результат будет скормлен функцией int, и дальше функция int преобразует его в число. И то, что получилось, запишет в переменную number. А здесь получается, что все справа налево, да. Но это потому, что функции так работают. Но это как бы вот когда вы в математике пишете синус от квадратного корня от x в квадрате. Да, у вас сначала выполняется x в квадрате, потом от него квадратный корень, а потом от него синус. Тут все то же самое. Можно не писать print, пожалуйста. Можно было просто написать набор умножить на 2. Я… Оба варианта записи правильные, да, ведь? То есть, ну, третья-четвертая строчка, можно без разницы, каким вариантом, да, ведь? Ну, в смысле, вот эти два варианта? Ну, да. Я про первые, которые у вас написаны, и в трое. В середине. А, или вот эти два? Да, вот эти два, да. Смотрите. Значит, во-первых, про вот эти два. Дело в том, что вот тот факт, что number умножить на 2, вот эта вот строчка, она выводится вот здесь вот на экран. Python – это особенность конкретно Юпитера. Это Юпитер так делает. А вот этот код, он универсальный. Если вы напишите вот такие две строчки, напишите просто в файлик с расширением Py, и запустите его с помощью Python, он тоже сделает то, что вы хотите. А вот этот код не сделает. Ну, сейчас, одну секунду. Ну, если в задании сказано напечатать с помощью функции print, то да. А что касается вот этого, то вот эти две строчки совершенно эквивалент. Две ячейки. Можно и в одну команду, пожалуйста. Ну, это уже зависит… Вы можете сколько угодно длинную программу уместить в одну команду, это не всегда хорошо. Чтобы он сконвертировал введенное число. Да, да, да. Давайте введем, давайте введем, посмотрим. Ну, да, если вы ввели строчку, которая невозможна сконвертировать в целое число, он его и не конвертирует, он выдает ошибку. Попробуйте сделать kernel restart. Нет, нет, крышечка здесь вам ничем не поможет. Хорошо. Смотрите, последнюю вещь хотел показать. Смотрите. Вот мы уже сейчас познакомились с какими-то функциями, такими встроенными. Но в Питоне есть много, например, разных функций, которые берутся из каких-то так называемых модулей. И пройдящее пример – это модуль math, который содержит всякие математические функции. Ну, вот, например, допустим, я хочу посчитать квадратный корень из числа. И если я просто попробую сделать вот так, то у меня ничего не получится, потому что нет функции score. Это не является встроенной питоновской функцией. Но если вы хотите все-таки посчитать корень, то вы можете сделать вот так. Например, вы можете сделать вот так. Import math, после этого math sqrt. Значит, вот первый способ вызывать функции, которые лежат в каких-то модулях. Модуль – это что-то вроде библиотеки. Есть библиотека математических функций math, и в ней есть функция sqrt. Если вы хотите ее вызвать, вы можете сделать вот такую вот штуку. Import math, math.sqrt, а дальше передать ей число. Но если вам не хочется каждый раз писать math, вы можете сделать, например, вот так. Вы можете сказать, что я импортирую модуль math, но называть буду его просто буквой m. И теперь, чтобы вызвать квадратный корень, можно писать m.sqrt. Или можно вызвать синус, или еще что-нибудь. Но если вам e-m не хочется писать, то можно сделать так. From math import sqrt. И теперь sqrt можно вызывать просто как функцию, как она есть. Можно посмотреть, что вообще есть в библиотеке math. Я нажал самую главную кнопку, которая вам поможет в случае сработки в Юпитере. Это кнопка tab, тубуляция. Вот, например, я сейчас написал from math import, потом нажал тубуляцию. После этого мне высветился список всех функций, которые есть в этом модуле. Еще одно применение тубуляции. Например, если я набрал название функции sqrt, но забыл, что эта функция делает, и как ее вызывать. Я могу нажать shift tab, и мне вернуть краткую справку по этой функции. Или, если это какая-то более хитрая функция, допустим. Вот, например, я забыл, что такое int, и я могу нажать shift и два раза tab, и вот здесь видно, что здесь написана какая-то справка по этой функции. Shift tab позволяет посмотреть документацию по любой функции. Вот. Ну хорошо, давайте я теперь сделаю что-нибудь странное. как вы думаете, что будет, если я выполню вот эти строчки? Print равняется 10, print hello. Давайте вызовем. Значит, смотрите, произошло следующее. Вот дело в том, что в питоне очень мало реально зарезервированных названий. Таких названий, которые нельзя менять, там немного. Вот функция print, например, не является зарезервированным названием. Это просто одна из функций. И поэтому я вот, когда я сейчас набрал первую строчку, print равняется 10, произошло следующее. Создалась переменная с именем print и значением 10, которая как бы замаскировала исходное значение print как функции. Поэтому теперь у меня print – это просто число. И это, скорее всего, не то, что вы хотите. В частности, это означает, что лучше не называть переменные какими-нибудь такими вот словами, которые подсвечиваются зелененьким. Как правило, это означает, что вы при этом переопределяете какую-нибудь стандартную функцию. И лучше этого не делать. Лучше, если то, что называется print, является print. Дальше возникает вопрос, а как же это исправить? Как же теперь мне вернуть значение print на свое исконное место? Ну вот, нужно просто удалить эту переменную. Делать это с помощью команды del. После этого print снова начинает работать как работа. Del позволяет удалить переменную. То есть удалить какое-то имя, и все, его больше нет в системе. Если вы хотите посмотреть, какие переменные у вас есть, то вы можете использовать вот такую штуку. она начинается с доллара, не с доллара, с процентика, потом должно быть написано who's. Значит, вот здесь у меня что-то странное. Ну вот, по крайней мере, видны наши переменные name, number, s. Видны их типы и видны их значения. А еще есть переменные square t, которые есть в нашей функции. На самом деле, функции и переменные это одно и то же. Да, вот эта вот команда, это юпитеровская команда, которая позволяет посмотреть, какие переменные чему равны. Иногда это бывает полезно, если вы не помните, что у вас там есть в системе. Ну, по крайней мере, вы могли бы посмотреть, какие переменные уже созданы. Да? Я просто почему-то импортирую в виде теки, то есть у меня просто звездочка появляется. Еще раз скажите. У меня почему-то не импортируется в виде теки, то есть я пишу импорт метки, у меня просто звездочка. Если у вас везде висит звездочка, скорее всего, это означает, что у вас что-то подвисло. И проще всего просто делать kernel restart. После этого звездочка уйдет. Извините, а restart там же всех строк надо делать, да? Значит, restart приводит к тому, что просто питон забывает значение всех переменных. Ваш документ остается у вас, и вы можете снова запускать эти ячейки. Но значение всех переменных в текущей сессии, они оказываются забытыми. Поэтому если вы хотите рестартнуть и после этого запустить все ячейки сверху вниз, можно сделать restart and run all. Я просто сохранился. То есть опять... Ну, проверьте, что у вас там нет никакого инпута перед этим, который ждет от вас какого-нибудь пользовательского ввода, а вы его не даете. Илья, от чего сейчас звездочка появляется? Звездочка просто показывает, что в данный момент выполняется либо эта ячейка, либо она будет выполняться, когда что-то произойдет. Вот, например, я сейчас запустил вот эту ячейку и вот эту ячейку. Вот эта ячейка сейчас выполняется и ждет моего пользовательского ввода вот здесь. Вот эта ячейка поставлена в очередь. Она будет выполняться, когда на нее очередь дойдет. Но до тех пор, пока я сюда ничего не введу, у меня ничего и не заработает. А если ты хочешь прям с нуля, с самого начала, то есть, получается, со мной ввести, то нужно рестартнуть все. Значит, можно рестартнуть, но единственное, что нужно следить за тем, чтобы в ответ на каждый input, должна быть введена какая-то строчка. Понятно. Хорошо. Так, ну что, на сегодня вроде бы все. По камере, время у нас закончилось. Значит, если что-то не работает, давайте я готов, я готов поразбираться. Вот, а так до завтра. Ну, у меня почему-то опять будет. Так. Вот я могу пошарить свой экран. Ага, да, давайте. Спасибо, до свидания. До свидания.